Ей сейчас уже месяц и 12 дней, и она у нас весит килограмм 300. Ой, какие вы молодцы. Ой, молодцы. Молодцы. Варвара краса, длинная коса. Новорожденная Варвара поступила в педиатрическое отделение больницы Селедавина с критической массой 800 граммов. Сегодня ее жизни уже ничто не угрожает. О состоянии девочки докладывают заместителю главного врача. Это не самый тяжелый случай, рассказывает Наталья Куликова. За 43 года работы ей приходилось встречаться лицом к лицу с самыми сложными детскими болезнями. Но именно здесь, в этом отделении, каждый день происходит чудо исцеления. Ежегодно 100 тысяч пациентов обращаются в консультативную поликлинику больницы имени Селедавина. Из них 25 тысяч детей проходят через стационар. 18 тысяч лечатся амбулаторно. Мы забираем детей через нашу санавиацию, начиная буквально с первых часов жизни. И ведем его до 18 лет. Поэтому мы этого ребенка знаем, когда он родился. Мы этого ребенка знаем, как он рос. Мы знаем, как он болел. Мы знаем те дети, которые имеют очень серьезную и сложную патологию. Мы их знаем, ну, анамнез их знаем. Знаем, как у них протекает это заболевание. И в другую больницу они не пойдут, потому что они знают, что здесь помогут. Очень большое удовлетворение от работы, потому что, ну, если не 100, то 99,9 десятых детей уходит от нас, по крайней мере, с выздоровлением, здоровыми. Наталья Куликова – врач высшей категории, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения. И вот новые звания – заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации. Награду вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Торжество приурочено ко Дню народного единства. Сегодня это как никогда актуально. Мир должен объединиться перед угрозой пандемии. И медики на передовой этой борьбы. Каждый из вас в силу своих должностных обязанностей и гражданской позиции делает все, чтобы защитить здоровье конкретного человека и общественное здоровье в целом. Кто-то объясняет и разъясняет, кто-то непосредственно в этом участвует, кто-то просто помогает людям, которые нуждаются в этой помощи, а кто-то своим творчеством, талантом вдохновляет людей в этот непростой период, поддерживая этим и их иммунитет, а значит защищая здоровье. Спасибо вам за это. Весомый вклад в развитие медицины внес Сергей Китайчик, который уже 25 лет возглавляет областную детскую инфекционную больницу. Награжден почетным знаком за труд во благо земли Самарской. Врач, патриот и поэт, любовь к своему делу и к малой родине выразил в стихах. Без тебя, без Самары, без Волги я на свете прожить не смогу. И тихонько беседую с речкой, говорю обо всем, не тая, как мне дороги. Волжские дали эти милые сердцу края. Спасибо за награду. Лауреатами государственных наград стали 19 представителей самых разных профессий в области культуры, сельского хозяйства, промышленности, науки и образования. Художественному руководителю Самарской детской школы искусств номер 4 Натальи Семеновой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Самарской области». Ответное слово – благодарность медикам за спасенные жизни. Столько медиков. Разрешите высказать гражданскую позицию, свою собственную. Слава Богу, у нас пока это не коснулось мою семью. Но нижайший поклон всем людям, кто ежедневно стоит, скажем так, у станка этой борьбы. Спасибо вам огромное. Каждый из награжденных не просто стал лучшим в своей профессии. Почетные знаки – это признание дела, которому они посвятили жизнь, ежедневным трудом, создавая славу и благополучие Самарской области. Олег Зверев, Николай Сидоров. События. Да, для каждого из них. И...